Они прыгают, скачут на берегу, выкрикивают свои цифры, и тут идет волна, и всех их смывает с пляжа. Действительно, большинство российского общества так или иначе, если правильно поставить ему вопрос, войну поддерживает. Да. Мы можем быть уверены, что никакого взрыва народного негодования не будет. Не обвинять всех, а попытаться понять, где-то простить, где-то осознать. Одни идут как бараны в военкоматы и отправляются на войну. Тут без разницы, все равно нужно громить русский. Русский воровитый прапорщик, он оказался большим другом украинского солдата. Всегда была важным компонентом российской армии. В России победила совершенно человеко-ненавистическая идеология. Даже разгромив Россию, условно говоря. И побеждают опять вот эти рессентименталы. А через 10 лет опять приходит к власти некий шизофреник, который запускает тот самый процесс разрушения? То есть даже это не гарантия. Да, конечно, многие гуманисты скажут заниматься гражданским просвещением населения. Но, елки-палки, этого населения 140 миллионов, а то по большей части ничего не читает. Как мы их будем граждански просвещать, совершенно непонятно. И он говорит, что единственное, что можно дать, сказал по-русски, дать, ну, люлей. То есть это единственное, что отврезляет. Для меня этот вопрос тогда упирается в то, как дать. И что это за люли, чтобы это дошло в конечном итоге. А что мы все-таки будем делать, когда Россия, я не сомневаюсь, проиграет войну? У двух третий россиян уже есть знакомые погибшие в Украине. Москва живет так, как будто вообще ничего не происходит. Денег полно. Да не говорим. И главный, конечно, аргумент сейчас Путина будет, да у нас-то все нормально. Ну, подумаешь, там где-то в Украине кто-то воюет. Мы там порядок наводим. Да, но дело в том, что эти слова, они разрушают, они уничтожают, они являются оружием. Ну, на этом мы завершиваем вам. Дякую, что было с вами. Підписывайтесь на нас. Слава Украине! Підписывайтесь на наш канал.